Я хочу холодно. Еву не вытащить из-под одеяла. Холодно. В квартире всего 15 градусов. К утру температура еще ниже. Спасаются обогревателями. А вот в детских садах они запрещены. Многие родители пока холодно стараются оставлять детей дома с бабушками. В садике тоже. В основном и спят они в одежде. В садике там часть детей уже переболела. Но мы пока держимся. Прививочки вот нам будут делать. Поэтому надеемся, что не заболеем. Один поворот вентиля и тепло пошло по социальным объектам Бугульмы. К ней дотянули до конца сентября. Осень в этом году холодная. Поступило распоряжение, что увеличиваем горение. Погода на улице холодает. Естественно, мы увеличиваем нагрузку. Но работаем мы по режимной карте и от устного указания диспетчера. Центральная котельная обеспечивает теплом и горячей водой половину города. Здесь вода нагревается до 70 градусов и по трубам поступает в центральный тепловой пункт. Он распределяет и гоняет тепло по многоэтажкам. На линии 14 домов и один детский сад. Горячее водоснабжение при выходе с бойлерной 60 градусов. А отопление сейчас 40 градусов. К концу сентября синоптики обещают потепление в Татарстане. Но из-за бабьего лета отопление в Бугульме не отключат. Просто убавят подачу тепла. Платить придется больше, чем в прошлом году. В июле повысился тариф на 3,4% за гигакалорию. Должников за лето не убавилось. Это одна из самых наших больных темы. То есть задолженность имеется. Она приличная. Больше 100 миллионов. Теплоизоляция, трубы, современное оборудование. Все это можно было приобрести на сумму долгов. Каждый год бюджет перекраивают, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Юлия Шабанова, Артем Брюхачев, Дмитрий Архангельский. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города. В жизни каждого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова